Пожарная Каланча – уникальное здание. Ему почти тысяча лет. Привезли архитектурное сооружение из Уссолья Сибирского. Теперь оно пополнит экспозицию московского тракта. А внутри разместили три весомых помощников пожарных Золотого века. А чтобы было еще интереснее, гости смогут увидеть экспозицию пожарных двухпоручневых насосов 19 века. Их привезли сегодня из Рязанской области. Машины полторы недели путешествовали по стране. Доставили их бережно и заметно. Сохранились они отлично. Помпа, поршневые насосы, поручни как новые. Одним словом – восторг. А, земство. Губернское земство. Детка. Воссоздали и почтовую станцию Малиновскую 1877 года постройки. В 19 и 20 веках такие станции выполняли обмен почтой между ямщиками и станционными служащими. Основную функцию почты планируют восстановить. И, возможно, вам отправят открытку с любовью из Тольцов. Приглашаем всех гостей окунуться именно в прошлое, как это когда-то сделал в конце 19 века. Антон Павлович Чехов. Путешествия по Московскому тракту и останавливались вот в такой почтовой станции Малиновской. Погрузиться в такой экскурс и узнать о семейных традициях, о ролях семьи наших предков. Эти здания – лишь часть большой работы архитекторов и научных сотрудников. Всего в Московском тракте запланировано 14 усадеб. Здание Зиминской синагоги, дом Воинова, волосная управа и многое другое. А еще новая торговая площадь, где можно почувствовать себя мастером ремесла минувших эпох. Сотрудники музея говорят, на создание Великого тракта ушло 20 лет. Из 14 объектов Московского тракта, значит, 10 уже готовы, 3 еще мы доделаем, и один объект останется на следующий год. Приезжайте, посмотрите, что здесь у нас новенького. С распростертыми объятиями тальцы приглашают гостей окунуться в историю Московского тракта. А вот официальное открытие пройдет в этом году, 20 июля. Обещают, будет не только интересно, но и весело. В общем, как всегда. Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков. Новости сейчас.